Итак, добрый день, уважаемые телезрители. Мы с вами продолжаем уроки по теории вероятности. В прошлый раз мы с вами посмотрели классическую вероятность и свойства. Сегодня мы с вами обратим внимание на теоремы сложения, умножения и условную вероятность. Итак, давайте ознакомимся с первой задачей. Вероятность того, что мама отпустит Мишу погулять равна 0,8. Вероятность того, что папа даст Мишу денег на мороженое равна 0,3. Решение по данным вопроса мама и папа принимают независимо друг от друга. И вот я сразу остановлюсь и акцентирую внимание на слове независимость. Найдите вероятность того, что Миша пойдет гулять, но без мороженого. Итак, попробуем тогда посмотреть следующие события. То есть нам надо найти вероятность того, что он пошел гулять, но без мороженого. То есть без денег. Если посмотрим, у нас пошел гулять и оказался без денег, это два события и они должны происходить одновременно. То есть это стоит произведение событий. Давайте запишу так, где А это то, что отпустили гулять, а Б это то, что ему не дали денег. Но мы с вами видим, что события независимы. А раз события независимы и только в этом случае мы можем вероятность произведения событий рассматривать как произведение вероятности этих событий. И тогда, если подставим наше значение, мы с вами получаем. Итак, то, что его отпустили гулять, у нас вероятность по условию 0,8 и умножаем на вероятность то, что пошел он без денег. Но если посмотрим на условие, дали ему деньги, вероятность равна 0,3, значит не дали ему денег. Это будет противоположное событие и значит его вероятность есть единица минус вероятность, что дали ему денег. И тогда, если посчитаем, мы получаем единица минус 0,3 это 0,7, умножили на 0,8, получили ответ 0,56. В чем хочу обратить ваше внимание в данной задаче? Именно на понятие независимости. И вот так вот вероятности перемножать вы можете только в случае, если вы четко знаете, у вас прописано условие, что события независимы. Итак, пойдем дальше. Рассмотрим задачу вторую. Итак, вторая задача. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая выпускает 70% этих стекол, вторая 30%. Первая выпускает 1% брака, вторая соответственно 3%. Найти вероятности того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным. Такого рода задачи я предлагаю вам решать графами. Итак, вот наша начальная точка. Мы, когда выбираем с вами стекло, мы не знаем с какой фабрики мы его взяли. Поэтому мы должны пойти двумя путями. Это первый. Мы выбрали первую фабрику, а ее вероятность у нас известна 70%. Но сразу же оговорюсь, вероятность в процентах не считается. Поэтому я эти 70% поделю на 100. Вот первый раз я запишу. 70% мы поделили на 100%. То есть получили 0,7. Вот это уже и будет наша вероятность. И соответственно мы можем аналогично выбрать изделие, изготовленное второй фабрикой. Она у нас выпускает 30% изделий, поэтому ее вероятность, опять же, из процентов перевожу в коэффициенты, равняется 0,3. За счет того, что я 30 поделил на 100. Дальше читаем условия. Первая фабрика выпускает 1% бракованных. То есть 1% брака, это и есть 0,01 брака. Аналогично. Вторая выпускает 3% брака. Переводим в коэффициенты. Это будет 0,03. Вероятность брака, если изделие выбрано у второй. Ну а и остается теперь все это дело просто посчитать. Для этого графическим таким методом мы эти вероятности между собой должны перемножить. То есть вероятность того, что у нас будет выбрано бракованное изделие, у нас равняется вероятности выбрать изделие из первой фабрики и умножаем на вероятность брака в первой фабрике. Это первый случай. И второй случай это вероятность выбрать изделие, изготовленное второй фабрикой и умноженное на вероятность брака во второй партии во втором фабрике. И соответственно мы эти вероятности должны теперь сложить в силу того, что это два отдельных случая, неблагоприятствующие нашему исходу. Ну и остается все это дело посчитать. Итак, 0,7 умножили на 1 сотую, мы получим 0,007. Прибавить 0,3 умножили на 0,03 получим 0,009. И если просуммируем, то окончательно получаем ответ 0,016. Вот и все решение данной задачи. Итак, пойдем далее. Третья задача. Вот обращаю внимание на данную задачу, потому что достаточно часто эти задачи пытаются решать формулами суммы событий, формулами разности вероятности, не понимая смысла. Я же попробую вам показать достаточно простой способ. Итак, из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 24 пассажиров равна 0,57. Вероятность того, что окажется меньше 17 пассажиров равна 0,28. Найти вероятность того, что число пассажиров будет от 17 до 23. От 17 до 23 подразумевает, включая 17 и включая 23. Итак, мы решим эту задачу при помощи таблицы. Итак, для этого построим таблицу, где в первой строке мы будем указывать количество пассажиров, во второй строке мы будем указывать соответствующую им вероятность. Итак, у нас пассажиров по условию может быть до 17, от 17 до 24 и больше 24. Поэтому я рассмотрю три таких случая. Итак, n меньше 17 и такая вероятность у нас известна. Где она у нас? Вот то, что окажется меньше 17 пассажиров, у нас вероятность равна 0,28. Поэтому сразу же сюда внесу эту вероятность. Дальше. У нас пассажиров может оказаться от 17 до 24. То есть я до 23 возьму, включая границу. И если мы посмотрим, это как раз то, что требуется от нас найти. Поэтому эта вероятность у нас с вами неизвестна. И, соответственно, есть еще случай, когда у нас пассажиров больше либо равно 24. Так? Ну, если посмотрим на наши условия, у нас есть вероятность то, что в понедельник окажется меньше 24 пассажиров. И эта вероятность равняется 0,57. Но мы уже с вами не раз работали с обратной вероятностью. Значит, вероятность того, что их окажется больше 24, это будет единица, минус вероятность 0,57. То, что их будет меньше 24. Или это будет 0,43. Ну, а теперь давайте посмотрим на эту таблицу. Если посмотрим по количеству наших пассажиров, их меньше 17, от 17 до 23, от 24, включая 24, больше. То есть это все возможные наши исходы. Причем, если мы обратим внимание, все эти случаи между собой несовместны. То есть одновременно происходить не может. Не может быть в автобусе меньше 17, но при этом их было 22 человека. Так? Тогда в силу этого мы можем заметить, что сумма всех этих вероятностей в сумме, она должна давать вам единичку. Еще раз давайте акцентирую, почему так происходит. Это происходит в силу того, что все они несовместные события и в силу того, что они описывают все возможные ваши исходы. Ну и тогда у нас остается, если в сумме это единица, эту вероятность мы знаем, эту вероятность 0,43 мы знаем. Тогда, чтобы найти искомую вероятность, нам надо из единицы вычесть вот эти две вероятности 0,28 и вычесть вероятность 0,43. Ну и тогда посчитаем. Получаем единица минус 0,28, 72 сотых. Вычли 0,43. Окончательно тогда получим ответ 0,29. Это и есть наша искомая вероятность. Таким образом, данной задачи не надо мучиться с формулами суммы вероятности, разности вероятности. Все достаточно очень простенько решается при помощи таких вот таблиц. Итак, пойдем дальше. Дальше задача номер 4. Я эту задачу попробую, если успеем, решить двумя методами. Итак, в кармане у Пети было 2 монеты по 5 рублей. То есть 2 монеты по 5 рублей. И 4 монеты по 10 рублей. То есть 4 монеты по 10 рублей. Петя, не глядя, переложил какие-то 3 монеты в другой карман. Найти вероятность того, что 5-рублевые монеты лежат теперь в разных карманах. Итак, давайте попробуем решить ее первым способом. Итак, мы ее порешаем через условную вероятность. То есть, что значит 5-рублевые лежат в разных карманах? Это означает, что из тех трех монет, которые он переложил, мы должны взять 1 5-рублевую и 2 10-рублевых. Так? Но вот эта 5-рублевая не обязательно может быть первой. Поэтому возможно комбинации, что первая была 10-рублевая, вторая 5-рублевая и третья была 10-рублевая. И, возможно, в случае третий, это первые две монеты перекладываемые были 10-рублевые, а, соответственно, третья была 5-рублевой. Так? Ну и давайте посмотрим вероятность вот этого события. Итак, выбрать 5-рублевую первый раз. У нас с 5-рублевых две монеты, значит, вероятность этого события равняется 2, деленное на количество всех монет. А количество всех монет вот у нас изначально, их с вами 6 штук. Дальше посмотрим, что означает вот эта вероятность. Вероятность второй раз взяли 10-рублевую. Здесь мы должны обратить внимание, что мы уже делаем второй выбор. Значит, мы одну монету забрали, но мы брали 5-рублевую. Значит, 10-рублевых у нас все равно осталось 4 штуки. Но общее количество монет уже теперь не 6, а 5, потому что одну 5-рублевую мы с вами забрали. И, соответственно, последняя, третья наша вероятность выбрать третью монету 10-рублевую. Это будет у нас 10-рублевых монет было 4. Одну мы с вами забрали, осталось тогда у нас 3. И монет мы 2 уже забирали. Значит, из 6 2 забрали, осталось 4. И тогда с нехитрыми сокращениями мы с вами получаем, что вероятность первого нашего события это 1,5 или 0,2. Так, для второго случая мы получаем абсолютно аналогичную вероятность 0,2. Для третьего случая мы получим точно такую же абсолютно аналогичную вероятность 0,2. Но так как нашему исходу благоприятствуют 3 разных случая, соответственно, все эти вероятности между собой опять необходимо просуммировать. Тогда мы получаем окончательный наш ответ на задачу 0,6. Таким образом, мы сегодня с вами посмотрели, как достаточно просто решать задачи, в которых дается условная вероятность, в которых дается разность вероятности событий, в которых дается сумма вероятности событий. При этом, опять же, акцентируем внимание, то, что события у вас бывают совместные, бывают несовместные. То есть те, которые одновременно происходить не могут. Итак, на этом благодарю вас за внимание. Спасибо. Желаю вам дальнейших успехов в вашем труде и учебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok